Сегодня мы поговорим об очень важной теме, как проявляется тревога в карте и почему так много людей обращаются к разным рода специалистам с этой проблемой. Как вообще это можно решить? Давайте разберемся. Ну, во-первых, тревога часто проявляется у людей, у которых Лагнеж стоит в 8 или в 12 доме и при этом есть повреждения Луны или Венеры. Объясню почему. Так как человек, находясь, так скажем, в Дусханах, остается со своими проблемами наедине, но при этом через Луну и Венеру он не может их выразить, у него внутри происходит напряжение и такой внутренний коллапс. Появляется тревожность. Тут логика проста. Когда мы видим, что в первом доме слишком женские проявления Венера, Луна, а в седьмом Марс, Сатурн, то есть противоположные энергии, у человека, получается, при общении с партнером проявляется какая-то вообще другая субличность. Совершенно другая, и он не может в себе так ужить, усмирить эти две субличности. Или наоборот, у вас Марс, Сатурн в первом, а в седьмом Венера, Луна и женские планеты сильно ярко проявлены. Это тоже может вызвать эмоциональный дисбаланс. То есть, когда вы входите в общение с кем-то. И это тоже может вызвать тревогу, потому что вы не можете быть самим собой. Также, когда в первом находится Марс, Солнце или Раху, происходит такое давление на окружающих, жесткость. Вы, как бы, получается, не можете подстроиться под общий ритм. У вас огненность такая внутренняя есть, и появляется такая спешка, лихорадочность. А хроническая лихорадка, спешка, неумение подстроиться приводит к тревоге. Экзальтированный Меркурий, Венера или Луна в карте. Когда слишком много мыслей по Меркурию, когда слишком много чувств по Венере, да, и по Луне, то у человека просто система охлаждения не срабатывает в организме, он просто начинает тревожиться из-за слишком большого количества мыслей или чувств. И есть пятый, да, пятое проявление – это куджа-доша. Когда Макс в первом, в четвертом, в седьмом, восьмом или в двенадцатом. Но при этом, да, при вот этой жесткости внутренней, у человека блокированы Венера или Луна, да, блокированы Сатурном или Кету. То есть здесь, опять же, да, человек выражает свою жесткую, агрессивную, напористую энергию, но при этом своими внутренними страхами и чувствами он не может делиться, так как Венера Луна у него закрыта. Отсюда, да, получается такая дамба, которая сдерживает это все. Вообще, что такое тревога? Я бы объяснил это так. Это когда ваши планы на уровне интеллекта и процесса, они не синхронизированы с вашими чувствами. Это когда внешний темп жизни отличается от вашего внутреннего. Это те люди, которых в детстве заставляли делать разные вещи против их воли и не объясняли зачем. Наказывали также, не объясняя, в чем причина. Если вы хотите вызвать тревожность у своего партнера, то можете без объяснений перестать с ним разговаривать или обидеться и не объяснять ему почему. Вот в таких условиях любой человек получит вот этот тревожный синдром, будучи вашим партнером. По сути, как это можно решить? Во-первых, так как у вас меняется настроение, мышление, очень подвижное, создавайте план на день с утра. Именно с ощущения, как вы проснулись. Начинайте с любимых дел. Не делайте это свечем. Во-вторых, старайтесь не торопиться. Всегда объясняйте свои эмоции. Объясняйте, что вы чувствуете и требуйте это от других, если вам непонятно. Чтобы у вас не возникали процессы обработки, что происходит. Не общайтесь с людьми, у которых неподходящая для вас скорость, под которых вы не можете подстроиться. Ну не смогли, ну не смогли. То есть это будет забирать энергию. Медитируйте по утрам и вы научитесь останавливать свой ум. Это, наверное, самое важное. Тогда и лихорадочность уйдет, и принятие увеличится, и вы будете контролировать свой ум, свои чувства, интеллект. И мир будет подстраиваться под вашу внутреннюю скорость, что и требуется каждому человеку. С вами был Макс Амира. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!